До самого чистого и масштабного челленджа остается меньше 24 часов. Республиканский субботник Бобруйск не может остаться в стороне. По традиции коллективы предприятий и организаций наведут порядок на своих рабочих местах. В год исторической памяти особое внимание уделят местам боевой славы. В частности, братской могиле воинов погибших в годы Великой Отечественной, Вечному огню. Акцент на общее благоустройство и озеленение. Принять участие в субботнике может каждый. Организаторы позаботятся о безопасности. Всем проведут инструктаж по охране труда и выдадут инвентарь. Заработанные деньги направят на капитальный ремонт мемориала Хатынь. Навести порядок – дело не одного дня. А поддерживать чистоту нужно не только в общественных местах, но и на своей территории. Причины тут не только в желании. За нарушение грозит штраф. Для граждан – до 960 рублей. Для организации и вовсе может достигать 16 тысяч. Что же необходимо делать субъектам хозяйственных граждан для того, чтобы не получить штраф за нарушение правил благоустройства и нарушение санитарных правил НОР? Необходимо своевременно окашивать сорную растительность, убирать мусор, дрова, торф и так далее. То, что привозится и необходимо для жизнедеятельности кого-либо иного человека, можно хранить не более 72 часов. Есть и другой способ сделать город чище. О несанкционированных свалках, замусоренных территориях, пустующих и заброшенных домах можно сообщить в Центр гигиены и эпидемиологии по почте на экране. К адресу желательно приложить фотографии. Засияет ли родной край новыми красками – зависит от каждого. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.